Привет, шладенькие наши, возможно. Возможно, вы ещё и чьи-то шладенькие. Скорее всего, у вас есть в жизни человек, который тоже назвал бы вас шладкими. Но если нет, всегда есть этот канал, на котором вы можете услышать эти приятные слова. Мы смотрим сегодня девятнадцатую серию. Мы добрались до сюжета, кажется. Скорее всего, да, нам в комментариях помогли нам, сказали, что Саша, вот, пожалуйста, наслаждайся. А то ты совсем размяк, стал грустным. Ты стал как печенька, которую окунули в чай. Которую окунули в туман. Опять остров Мака. Ой, прикольная штука. Знаешь, что это такое? Магнит. Маятник-маятник. Маятник, скажи, ацикловир, эта мазь, соответствует составу? А сколько ацефоперона в этой упаковке? Вон, смотри. Льюис, что ты здесь делаешь? Меня озарила одна мысль. Она разбудила меня вчера. Не буду даже спрашивать. Ну ладно, что это могло быть? А что, если пока мы спим, тараканы залезают нам в рот и нос, и ухо? Так и есть. Пауки некоторые маленькие заползают и в нос. Ну, ты чешешься и некоторых убиваешь в носу. Не думал об этом. Сейчас я изучаю магнитные поля, но вам это будет неинтересно. Да, ты прав. Мне нет. А мне да. А мне да. Я хочу с тобой встречаться снова. Мне будет все интересно. На этом острове странная магнитная аномалия. Ее центр находится прямо в лагуне. Вот. Этот эффект действует еще сильнее относительно луны, полн, положения планет. Это может быть очень важно Рике. И может быть скучным. Слушай, Льюис, мы бы с радостью остались, но боюсь, что заснем в воде. Ну, пока. Плывешь? Да, думаю, мне тоже пора. Ладно. И, Льюис, удачи. Зачем они вообще приплыли? Кто их звал? Пришли, обосрали Льюиса, уплыли. Никогда они не ценят его попытки разобраться в ситуации. Одна клеё и то, потому что у него корыстные цели. Ну, как где тут корысть? Да знаем мы где. Не оборачивайся. Притворимся, что не видим его. Это неприлично. Льюис, привет. О, привет. О, прикольно, там новый официант. Хорошо. Класс, увидимся. Вы хотите это услышать? Уверена, что нет. Вот, кстати, Рики вообще тоже недолюбливает Льюиса. И что? Как Эмма, допустим, Зейна. Почему? Она его долюбливает. Просто она постоянно... Она постоянно... Она считает его, знаешь, ложком, над которым надо подтрунивать. Есть у девочек, которые чувствуют, что они круче какого-то парня. Они начинают такие... А, пшш, пшш. Да ну ты чё? Да ну давай, да ну. А будем встречаться? Ну, это просто такое было. Я в школе был лохом абсолютно. Был. В школе? Был. Я вспомнила и эту серию. Я знаю, что... Ты молодец, я не знаю. Ну, немного интересны. В статье написано, что некий Макс Хамильтон работал над влиянием планет на приливы в 1957-м. Мне нужна его работа. Я облазил всю сеть, но её никто не выложил. Можно? Готово. Нужен Макс Кей Хамильтон? Да. А что? Онлайн справочник. Вот его адрес. Он живёт здесь, неподалёку. Как удивительно. Это классно. Увидимся позже. Как ты думаешь, кто он? Некие догадки. Стой. Стой. Да, стой. Подожди. Некие теории. Стой. Это... Половой партнёр миссчатом. Ну, почти. Хотя, может, реально и миссчатом тоже. Мы же не знаем. Эта арка не была раскрыта. Как мне нравится всё это заброшенное удовольствие. Выглядит как сад. Ну, знаете, дачки такие. Кош там классно отдыхается. Вот у вас есть такое, что почему-то в захолустье в каком-то ты лежишь, отдыхаешь, и в бардаке... Нет? Ну, смотри, вот представь себе, вот гамак, и вокруг там покошено что-то. Понимаешь? Оно на тебя не влияет. Всё уничтожено. Всё разрушено. Оно не требует за собой. Понимаешь? Вот когда всё красиво... Прости. Уже не всё красиво. Когда всё красиво, оно требует порядка. Надо убрать пыль. Надо прибраться. А когда везде бардак, ты лежишь, оно не просит тебя наводить. Всё уничтожено. И ты отдыхаешь в этом всём. Ты понимаешь, что полностью сливаешься и растворяешься с этой энтропией. Не знаю, я когда смотрю на такие захолустья, мне так душевно, спокойно. Но на твои смотреть, это жесть. Я не успокаиваюсь. У тебя прям... Опять нашего пса нет. Почему я должна каждый раз следить за этим? Ой, мне как-то психологически легче стало. Мой тотемный... Тотемный пёс мой. Саша родился в год собаке. Это неудивительно, что он любит, чтобы рядом было его живое. Ты в год кого родилась? Петухра? Крыса. Ха-ха-ха-ха. Опа. Здравствуйте. Доброе утро. Ты заметил, когда что-то происходит, я говорю, опа, не знаю почему. Топ! Мне вот интересно, кто-то ловит рыбу вообще? Пацаны, расскажите мне, пожалуйста. Вот ловить прям на берегу, который прям волны постоянно подбивает. Что-то реально? На сквориге рыбу ловят. Тебе не смущает? Нет, на море, именно когда такой большой прилив. Ну, здесь же тупые рыбы, они прям на берег кидаются. Селитёрные, в смысле? Нет. Просто рыбы, которые не понимают, где они плавают. Они такие, ну, берега тоже вроде хорошо. Что ловите? Дед появился. Можно потише, ты мне всю рыбу распугаешь? А, рыбу. Я таких никогда не ловил. Хочешь совет? Стой слева от рифа метров в пятидесяти. Кстати, этого никто не знает. Это древний Льюис. Он тоже львит рыбалку, прикольные рубашки, кепочку, и он замученный женщинами. Ребят, лицо замученного мужчины можно всегда узнать. Он грустный. Пожалуйста, давайте все взглядимся в его глаза. Я хотел спросить, вы знаете того, кто живет в том доме? Вообще-то знаю. Правда? Супер парень. А где его найти? Он перед тобой. Макс Хамильтон. Ух ты. Замученный. Замученный женщинами. Я хотел узнать кое-что о вашем исследовании на Маку. В каком это? Ненавижу этих чуваков, которые играют сзади на футболе. Звукорежиссер. Да, и ты такой, ну зачем? Можно же было подружелюбнее. Чтоб ты понял атмосферу. Я понял. О том, что вы провели в 57-м? Боюсь, ты перепутал меня с кем-то другим. Но вы, Макс Хамильтон, тот, что указан, вы изучали воздействие циклов Луны на остров? Ты ошибся, прости. Вы же знаете, о чем я. Мин, это классно. Он же должен выяснить, что он тоже, этот Хамильтон, знает про русалок. И они оба понимают, что они знают про русалок, но должно что-то произойти, чтобы они открыли этот секрет друг другу и такие, о, это... Мисс Чатам для Льюиса. Ну, в смысле, дед для Льюиса. Но этого мисс Чатам давала им советы, там, не лезь сюда. А дед будет такой, слушай. Лезь туда. Бобёнки это не любят. Они любят, когда ты берёшь их за хвост. Ну, типа, советы, знаешь, от этих старых мужиков. Нет? Нет? Ребят, нет? Нет? К сожалению, нет. Рад, что встретил тебя. Я нашёл Макса Хамильтона. Класс. Я наткнулся на нечто важное. Что именно он знает? Не уверен, но скоро узнаю. Он был дружелюбен, пока я не упомянул Мака. Потом он замолчал. Льюис, осторожней. У меня плохое предчувствие. Это может быть опасно? Ничего. Он проводил то же исследование. Вот и всё. Это меня и волнует. Клио. Он не знает ничего о вас. Я об этом позабочусь. Они тусили с мисс Чатам. У них одни и те же замашки. Меня не видно. Слушай, я вас когда-нибудь подводил? Процента встречался с одной из русалок. Он узнал эти кулоны. И он понимает, что это новые русалочки. Приняли эстафету. Какой интересный сейчас период в жизни у деда начинается. Грэйси. Грэйси. Как мы давно ждали, а? Грэйси. Вот ты охренеешь. Да я уже охреневаю. У меня был точно такой же компас. Мы не удивлены. С другой стороны мостика рыба намного крупней. Дай по плавку нырнуть под волну. Не думал, что... Я говорил за советы деда. Что это за девушка была вчера с тобой у бара? Вообще кто он такой с вопросом? Вы следите за мной? Полагаю, это твоя подружка? Её зовут Клево. И нет, она не моя подружка. Что? Ну нет, она твоя подружка. К сожалению, только подружка. Ты знаешь о её медальоне. И чего? В нём что-то необычное? Жаль, что мы друг другу не доверяем. Почему же? Дед всё понимает. Дед всё знает. Ой, какой хороший дед. Я понимаю, что музыка делает специально нам... Нагнетает. Нагнетает, саспенс в душе создаёт. Но дед нормальный или нет? Дед злодей. Но дед больше нормальный. Как считаешь? Я считаю, что дед... Ну дед же, он уничтожил все исследования. Он разобрался в том, что... И тем более, Грейси, Грейси умерла. Ну как, кажется, он... Скажем, я и правда проводил исследование на Мако. О нём я могу рассказать только тому, кому доверяю. Верьте мне. Сначала нужен медальон. Фигаси. Моя прелесть. Но вместе с этой девушкой. Для неё никак. Она будет новой Грейси. А что плохого? Клиу сейчас свободна. Дед очень опытный. Он знает, что не надо... Богатый. А Клиу и не нужно богатство. А, ну да, обычно деды должны быть богатыми, чтобы у них был хоть какой-то шанс. Невозможно. Ты знаешь, где меня искать. Да блин, выключи ты эту музыку. Нормальный дед. Не надо портить мне отношения с дедом. Спасибо за рыбу, Ильюис. Это очень трогательно. И бесполезно. У неё отец рыбак. Ну ладно. Причём я никогда не видел, чтобы её в кульке как семечки привозили. Какой-то очень сложный флирт. Ну, если абстрагироваться с того, что ему нужна застёжка. Правда? Уверен? Да. Я верну ещё до вечера. Ладно. Спасибо, Ильюис. Прошло столько времени. Он же выглядит точно так же, как на Грейсе. Он ещё и ювелир. Я всё исправлю. А почему три? Для трёх девушек. Этот мой любимый. Я сделал его для особой девушки. Девушки? Я говорил, что дед... Точнее, Льюис, наместник этого деда. Все друг другу здесь передают эстафеты. Ещё раз, все знают здесь про этих сраных русалочек. Кстати, а дуренная теория родилась в уме одного из подписчиков или подписчицы, что родители Эммы тоже русалы. Их никогда не бывает на новолуние дома. Да, каждый раз на полнолуние они лежат. Они сваливают, они тоже русалки. Ну, мне кажется, мама... Ну, мама русалки, а потому что... Отец знает. Отец просто знает, и поэтому отводит её в специальное место, где она там, глаголом мечтыкал. Короче, это очень прикольно. Не просто девушки. Особой. Но ты об этом уже знаешь. Клеева. Говорю же, она мне не девушка. Я что, солепой по двойму? Кто тебе девушка? Шарлотка? Я-то уже за тобой давно слежу. Лепишь, можно даже встречать. Была. Но мы были детьми. Детьми? Офигеть, как ты вырос, Льюис. Полгода прошло, ты знаешь, ощущение. Да, да. Это уже полгода, я уже взрослый. Это же друзья, которые на пару дней друг друга старше, и тот кто старше, такой... Ты ещё ничего не смысл жизни. Чего вы взяли, что она моя? Она не может сдержать улыбку, когда тебя видит. Она не может сдержать улыбку, когда видит всё вокруг. Она всегда улыбается. Она улыбается, даже когда Нейт рядом. Потому что в целом это её политика улыбаться. В любой непонятной ситуации улыбаться. Ну, а Льюису она по-особенному улыбается. Ты не хочешь поднять стул? Ты сейчас стул свалил? Вы хотели рассказать мне про остров Мако. О, да. Что вы знаете? О, да. Это остров. Находится посреди океана. Там много жидкости. Провёл пару экспериментов. Поехал обратно. Обманул деда. Там внутри вода. Блин, он сделал специально три кулонок. Они сто процентов обладают какой-то накопительной силой. Или усиливают, наоборот. Или, наоборот, поглощают. Что если эти кулоны могли бы как-то контролировать превращение? Он это всё сделал, продумал. Ну, имеет эти кулоны... Как? Он что, маг какой-то? Ну, не маг. Может, он разобрался. Может быть, раз уж какие-то магнитные поля, это кулоны-магниты, которые помогают им контролировать себя. Звучит круто. Как будто он же проводил эксперименты. Он же сделал не просто так эти кулоны. Всё. Вечером на пирсе я всё тебе расскажу. Почему сейчас нельзя? Сейчас он пойдёт чинить застёжку. И непонятно, что делать с этим кулоном. Сорэ-сорэ. О, этот кадр из заставки. Привет, Лиэйс. Привет. Я говорил, что у тебя красивая улыбка. Твой медальон чинит хороший специалист. А где сегодня Шарлотта? Я думала, вы должны быть вместе. Занимайтесь своими делами. Мы независимы? Да? Да, конечно, рассказывай нам, как мы независимы. Мы независимы, мы созависимы. Это клеуразные вещи. Вообще-то я собирался на остров Мако. Может, ты заглянешь туда, если будешь проплывать мимо? Я очень занятарист. Ну, ладно. Это бы же бизнес, карьера. Мне нужно кормить ребёнка. Матология. Ну, мне пора. Надеюсь, увидимся скоро. Наверное. Я тебя повсюду ищу. Да, я был очень занят. Льюис, я давно тебя не видела. Я скучала по тебе. Может, мы сможем провести остаток дня вместе? Да, звучит заманчиво, Шарлотта. Но, прости, времени нет. Прости. Льюис? Мы независимы. Блин, ну как будто жёстко очень. Ну, это же прям жёстко. Ну, да, но у него нет времени. Ну, реально. Ну, правда. Ну, такой, я пришёл. Ну, то есть, можно как бы помягче было отшить. Ну, ты слышишь, как сколько это... Сама риторика этого посыла жёсткая. Ну, да. Ты вот, представляешь, что тебе такое сказали? Ну, да, мне было бы неприятно. Ты бы захотела убить девочек? Остальных русалочек? Нет, я бы захотела убить Льюису. А потом Клио, если бы увидела вместе их. Захотела бы? Клио смёртвый. Как я увижу их вместе? Не совсем здоровый человек. Это не совсем. В целом здоровый. Так а что, виноват в её плохом отношении к Шарлотте? Виновата не Клио, а Льюис. Льюис к ней так относится. Ну. А не Клио. Она же отлично понимает, что если бы не было Клио, не было бы этих проблем. Это вот, знаешь, тут прикол, что, типа, ой, любовница виновата, увела, типа, ну, а он? Алло. Ну, она... Человек принимает выбор, принимает решение, выбирает. Ну, то есть, Льюис вот в этом моменте, он решил нагрубить Шарлотте. Клио здесь ни при чём. Ну да, ни при чём. Ну, как будто всё равно. Мы-то понимаем. Ну, Льюис мог быть честен с собой и с Шарлоттой, и говорить, сказать ей прямо, что она ему не нравится, и нравится Клио, и не встречаться с ней дальше. Всё-всё, я хочу про деда посмотреть. Это не просто Маки, это Мак Мини, который под... Сохрани на стене. Боже. Это Маки Мини, которые подключались к обычному... Вот почему этот... А я думал, откуда? Это же не может быть моноблоки, которые в прошлом. Это просто Мак Мини, подключённый к обычным мониторам. В молодости у меня была точно такая же лодка. Ну, конечно. Мы все знаем, да. Что, если мы с тобой прокатимся до Мако? На остров Мака? Нет. Льюис, я знаю, что тебя там интересует. И тебе нужно это. Моя работа полностью. Смотри, какая сумка. Шил сам. Он рукодельник. Классный дед. Кстати, не знаю, у меня какая-то вот симпатия к этому деду. Если сравнивать, мне нравится и миссчатам, и этот дед. Ну, скажите мне, пожалуйста, вот кто вам больше нравится? Деды или бабки? Деды. Деды прикольнее. Да. Они не такие сумасшедшие. Почему-то... Не, ребят, правда. Вот вы не замечали, что бабушки под конец лета какие-то взвинченные, какие-то устеричные, просто всё на максимуме. Деды какие-то... Дедов жалко. Не, они просто такие. Они какой-то вайп ловят. Я когда дедов вижу, мне так их жалко. А бабок почему-то не жалко? Я не понимаю, как это работает. Просто вот комок нервов. Вот она проходит, и ты не знаешь, она бы ударила меня костылём. Она бы сделала это, если бы у неё были силы. Деду это не нужно. Реально, знаешь, вот мне встречается дед и говорит, молодой человек, давайте я вас угощу вот этим замечательным напитком. И достаёт бутылку. Ну разве не шикарный дед? Ну что-то... Берёт и показывает кости где-то там. Вот моя работа. Вот Грейси. Макс? Макс? Он не изменился. Уже должно было поменяться. Его Максим зовут? Да, Макс. Максим, прикольно. Дед Максим. Я его полюбил ещё больше. Это мой любимый персонаж. Дед Максим. Если вы не знаете эту песню, прогуглите, потому что я вставлять её сюда не буду. Эй! Куда это вы? Чё, Льюис за дедом успеть не может, что ли? Так он все места уже здесь знает. Он такой, хоп-хоп-хоп. Хотя и Льюис знает. Чё, помрёт тут ещё. Ну же, Макс, мы же договорились! Ну, нас никогда не раздражало в фильмах, когда девушка убегает от преступника, очень быстро бежит, или, напустим, как сейчас, Льюис догоняет вовсю прыть, а главный персонаж или злодей идёт спокойным шагом и догоняет. Я не понимаю, как это работает. Вот честно. Настолько избитый приём. Какой хороший киндзвет! Какой сладкий! Шо-шо-шо! Какой сахарный мальчик! Он как из рекламы... Максимка! Какой, ты знаешь, милки... Киндер-киндер... Киндер-серприз! Да, такой же мальчик. Ольга Тигвей я люблю. Блин, какая наигранность! Какое счастье! В смысле? Так раньше было. В 50-х так люди веселились. А, окей. Ты вот можешь проверить, что так не было? Это сейчас ты такая вся. Он смотрел на зуммеров, какие они все осознанные и продвинутые. И хочешь им подражать. И теперь для тебя все вот это переигранное ла-ла-ла. Раньше вот настоящая любовь. Ты все сказал. Вот так она выглядела. Ты все сказал. Ты жалкая подражала. Вот кто ты. Опа. А, так это не он. Он смотрит со стороны на свои воспоминания. Да я угораю. Это киношные эффекты сквозь. Я в шоке вообще. Реально ничего не изменилось. Деревья так стоят. Лес такой же. Все то же самое. Блин, прикольно. И листья на том же месте. Но это, кстати, странно. Потому что прошло лет 50. Что-то бы поменялось. Уже пора бы. Там стихийные бедствия какие-то сто процентов были. Она была так красива. Да мы поняли. Лео, даже ничего. Да, спасибо. Они сейчас придут к этой лужи волшебной вместе с дедом. И тут она выплывает и видит деда. И это же просто предательство. Он рассказал деду. Макс, нет. Там опасно. Нет. Вот и помер дед Макс. Обожаю дедов. Я не могу. Клио. Кто вы? Откуда вы меня знаете? Клио, это Макс. Что происходит, Льюис? Он упал сюда. Случайно. Все по-прежнему. Вы здесь были? Мы приходили сюда всегда. А что ты здесь делала, Клио? Я ждала Льюиса. Мы часто сюда приходим. Правда? Как ты сюда попала? Я не видел лодок. Приятель подбросил. Мы приплыли за несколько минут до вас. Странно. Я не видел тебя на скале. Я проплыла. Проплыла? Под водой? Сухая. Интересно. Вода здесь такая волшебная. Не думаешь? Дед, тот еще будет провокатор. Я проверил. Ну и она выплыла. А что ты вынырнула? Типа... Ты же хранитель секрета. Улететь, блин. Все, плыви дальше. Что, почувствовала, что можно раскрыться деду? Деду нельзя раскрываться. Ну, так оно его и грохнем, и ничего страшного. Вот секрет в сохранности. Что, деду не жалко? Я мысли Клио озвучиваю. Одурело, что ли, грохнуть деда? А что? Кто его искал? Не с чатом свою грохни. Прости. Что вам надо? Ничего. Я просто хотел убедиться. Останься. Я не сделаю ничего плохого. Блин, ну он уже какой-то... Прошу. Да музыка вот эта вот. Играть на пиле. Вот это. Ну вот это страхи нагоняет. Зачем это надо? Вот я с самого начала понятно, что нормальный дед. Но его фразы тоже немножко пугают. Типа, я не причиню. Да Рубин, смотри какой контекст. Как это было, да? И поцеловала деда. Ладно, извини. Я не знал, что могу это чувствовать. Чувствовать? Ну вот это снова. Твоя девушка и тут начинает жечь внизу. Прям чувствую себя снова... Как Грейси прям. Ну ты не первая русалка в моей жизни, Клю. Вы знали мне с Чатом? Луиза. Джулия. И Грейси. Мы были лучшими друзьями. Но я знал, что они скрывают что-то от меня. Я проследил за ними. Я был первым, кто узнал их секрет. Нормальная реакция. Не то, что эти зашуганные секрети. Но создадут нас. Нет, но первые русалки были такие. На расслабоне, на Чиле. На расслабоне, на Чиле. Типа, нормальная история. Остальные были в ужасе. Но Грейси обрадовалась. Точно. Там был парень, который сдал... Одну из них, да. Это был он, Макс? Макс сдал? Нет, нет. Это ту... Как её звали? Даниела. 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 Это было облегчением. Я очень любил Грейси. Мы были так счастливы. Какой страшный кадр. Ну ты всё, смотри на его улыбку. Слова. Они были счастливы, как русалки? Иногда... Сложнее всего было Грейси. Я день и ночь пытался понять, как это произошло. Ради Грейси, не ради остальных. Ей было тяжелее всех. Ну, красивые девочки. Те двое, да. Грейси не очень. Грейси не очень. Не знаю, чего он не нашёл. Может, хороший человек. Ну, мне не очень нравится такой тихо. Вот две... Те прям милые. Забыла, как её зовут. Блин, она красивая. Я не понимал, как тяжело ей было тогда. Я пообещал ей, что помогу, но... Она понимала, что у меня только теории. И она справилась? Она, наконец, смирилась с этим? Никак. День за днём она мечтала стать, как прежде. Я не мог ей помочь ни словом, ни делом. Она стала избегать меня. Я пытался показать ей, как люблю её. И сделал медальоны для каждой из девушек. Чё? Нам до этого показывали, что... А, ну да, может быть, хронология нарушилась. Он сделал не для неё медальон. Чё за... Чё за гарем? Ну, в смысле? Типа, подружек задобрить тоже. Чё за прикол? Это реально так работает? Типа, ты даришь кольцо своей девушке и даришь всем её подругам? Это не кольцо, это медальон. Они все вместе втроём дружили. Он был другом не только для Гресси. Он её был, скорее, парнем. Ну, они все вчетвером дружили, как и люди. А в этих флэшбеках она, случайно, не приревновала его к подружкам? Я не знаю. Но она... Он сидит там, колбочки рассматривает, и эти две такие... Ага-га-га-га, очень пошло на него поглядывает. Вот, и она так вот смотрит, что происходит? Что происходит? А потом он взял... А потом он... Да, я говорю, этот дед, чёт, прям, вообще был доволен своей молодостью. Я надеялся, что он поможет ей смириться с тем, кем она стала. Раньше не целовали с 50-х. Ты видишь, как это всё ещё... Чувствовать себя частью чего-то особенного вместе с Джулией и Луисей. А, Джулия. Но надолго его не хватило. Она сказала, что, находясь со мной, она лишь лишний раз вспоминала о том, что не человек. Не бросила медальон в воду. Есть ощущение, что Гресси так себе человек? Да, в целом. Вернула бы просто ему, зачем выкидывать? Не, ну это очень... Ну ладно, хорошо, вот тебе вернули, ты бы разу сам бы не выкинул, я бы выкинул бы. Да, но это одно дело, когда ты возвращаешь, и типа такая, блин, сорян, ты мне напоминаешь о моих проблемах, давай не будем больше общаться. Выглядит как такая, типа, очень... Ну, это гораздо лучше, чем выкинуть. Почему с таким лицом недовольным? Она его не любила, она даже его не поцеловала в том флешбеке. Там его Эммой нашла. Там, куда Гресси его кинула. Он пролежал нетронутым 50 лет. А что случилось с Гресси? Такое ощущение, что я клоун смотрю. Я потерял ее. А теперь мне пора. Макс? Вы расстались, потому что она была русалкой? Нет, это была моя вина. Что бы то ни было, это точно не ваша вина. Откуда ты знаешь? Да. Вот это когда успокаивают. Что бы то ни было, точно. А он бил ее. Да. Бил ее костями из-под рыбы. Вот так вот доедает, и кости вот так вот бьет ее. На, нравится подруга твоя? Вот так вот терпеть вот это вот. Смотрите, каждый раз. А рыбы нет. Вот почему он напоминал ей, что она русалка. Такой, на, помнишь вот эту штуку? У тебя такой же хвост, когда не надо, да? Вот это вот все. А потом понимают, что это было ошибкой. Типа это в огород Люси немножко камушки покидаем. Простишь. Можно просто извиниться и начать все сначала. И просить Шарлоту. Я лил тебя водой. Я не расскажу никому о вас. Прошу, мне надо идти. Все хорошо? Вы, Склео, напоминаете о нас с Грейси. Я вижу, когда люди должны быть вместе. Мне так жалко деда. Его ловстори ужасная. Реально, такая мрачная эта Грейси. Ну, Грейси как будто... Не знаю, я когда в детстве смотрела, мне никогда не нравились флешбеки с Грейси. Мне в целом не нравилась Грейси. Я такая... Какая-то она... Не очень понятно, почему она должна нравиться. Как фушная какая-то. Ну, с другой стороны, а почему она должна радоваться, что она русалка? Все, ее жизнь пошла. Да я не к тому, что она радоваться должна, что она русалка. Не знаю, просто от нее исходит такой негативный вайд. Ну, потому что она... У нее вся жизнь сломана. Просто наши девочки нереальные оптимисты. Они борются, несмотря на огромное количество проблем. Глеб тоже в начале была очень сильно недовольна и расстроена. И у нее тоже там жизнь очень сильно поменялась. Особенно в начале второго сезона. Эмма вообще карьеру забросила, как бы. Она тоже сильно грустила. Много кто решился. Но они все равно... Клео вообще отказывалась плавать. Они все равно оптимистичны. В каждой серии... Ну, они приняли это. Ну, а что они сделали? А девочки 50-х не смогли. Все-таки наша цивилизация, она растет. Они вообще даже... Помнишь, когда в конце первого сезона, когда они думали, что отказались от сил, они вообще расстроились? Они такие, блин... Клео, так будет проще. Она сказала. И ты поверил. Льюис, я не должен был позволить Грейси уйти. Я не хочу, чтобы то же самое произошло с вами. Вот. Я починил. Верни ее ей. Не отпускай ее. Ну, что значит не отпускай ее? Ну, что это? Нельзя говорить. Никогда не отпускай свою любовь. Вот из-за этих... Ну, есть мания определенная у парней. И поэтому вырастают придурки, которые говорят нет. И они... Да в смысле нет? Нет, это да. Потому что я вспомнил, я кое-что смотрел, там всегда это было да. И в итоге мы получаем, ну, постоянные жалобы о том, что... Эээ, отстань от меня, у меня есть права. На-на-на-на-на-на-на-на. Ну, это правильно. Девочки, ну, жалуются на то, что их донимают. Такое, прям, очень настырное поведение. Блин, не знаю. Ладно, это деда. Старая школа. Раньше так делали. Раньше было нормально. Сейчас ненормально. Сейчас все должны быть равны. Да. Макс дал мне свои исследования о русалках. Думаю, тут есть интересные вещи. Класс, я рада. О, еще... Он дал это. Готово? Макс починил. Спасибо, Вилли. Он надеялся, что он наденет и на нее вот так вот возьмет и начнет застегивать аккуратненько. А он просто в руку и положил. Широ-зочарований. Я очень ценю это. А Макс говорил что-нибудь после того, как я ушла? Немного. Мне надо почитать, так что мне пора, но мы ведь скоро увидимся. Да. Может быть. Ура! Наконец-то! Он так быстро пролетел. Да, я вообще на одном дыхании ее посмотрел. Фух. Да, я думаю... Классная серия. Дальше лучше. Я помню, что будет дальше. Круто. Я смотрю, какой там уже? 20-ю. 19-я. Это 19-я. 20-ю смотрим.